Депутат парламента Азербайджана Асим Моллазаде на прямой связи с нашей студией. Асим Мялим, добрый вечер. Добрый вечер. Асим Мялим, символично, что сегодня глава государства Ильхам Алиев посетил Физулинский район, именно гора Хамбайли. Мы знаем, что этот населенный пункт в числе прочих в первый же день был освобожден от армянской оккупации. Была прорвана вот эта вот укрепительная линия. В том числе, помимо этого, президент Ильхам Алиев дал несколько месседжей Армении о том, что Азербайджан не допустит, чтобы враг поднял голову и будет соответствующая реакция в этом случае. Сегодня очень важный день для всего азербайджанского народа. Наш народ чтит память своих героев, отдавших жизнь за азербайджанские земли, за родину, за ее независимость. И знаменательно, что в этот день президент посетил именно те деревни, где пали первые наши герои, освободившие села Физулинского района. И после этого наша армия не останавливалась. Вооруженные силы Азербайджана продемонстрировали не только свою мощь, но и умение вести современную войну. А залогом этой победы было единство народа, который, сжавшись как кулак, сделал все возможное для этой победы. Президент очень часто посещает Карабах, потому что он сам непосредственно следит за важнейшей для азербайджанского народа целей программы Великого Возвращения. И сегодня, в день памяти наших героев, президент очень четко заявил, что безопасность наших граждан, которые вернутся в свои дома, она обеспечивается мощью азербайджанского государства, силой его армии. Никто не посмеет посигнуть на жизни наших граждан в Карабахе. И Азербайджан сделает все возможное, чтобы Карабах восстановился полностью, что окружающая среда в этом изумительном райском уголке была серьезно защищена. И Азербайджан готов в любой момент дать отпор врагу. И я думаю, что для этого сегодня делается все возможное, чтобы азербайджанская армия была обеспечена самым современным вооружением, что наши воины были на высоте и получили самый высокий уровень военного образования. Сегодня в Карабахе идет очень большая работа. Миллионы мин разбросаны везде, используя каждую возможность врать. Вплоть до недавнего времени продолжал разбрасывать эти мины. И это большой процесс. Вместе с тем, сделано очень много направлений создания новой современной инфраструктуры, дорог, аэропортов. Сегодня все это происходит стремительно. И лучшие специалисты мира участвуют в восстановлении исторических культурных ценностей Карабаха и азербайджанского народа. И одновременно с этим уже созданы новые деревни, создаются умные города. Проекты практически всех городов и сел Карабаха уже готовы. И работы по каждому из них с тщательностью, по четким наблюдениям президента ведутся стремительными темпами. Сегодняшний день – день памяти. Мы обязаны этой победе героям азербайджанского народа, его армии, верховному главнокомандующему. И эта победа является важным для азербайджанского народа, который после этой 44-дневной войны показал всему миру, что мы народ победитель и мы будем хозяевами всей своей территории, земли и создадим на этой территории самый современный высокий уровень для жизни наших граждан. Асим Алим, вы упомянули о той консолидации общества, которая была во время 44-дневной войны. Мы помним эти эмоции 27 сентября на брифинге Минобороны, когда были сказаны эти фразы, которые все мы очень ждали несколько десятилетий, о том, что освобождены из-под оккупации населенные пункты. Вот как удалось эту консолидацию общества? Причина? Какова была причина? Главная причина – это воля азербайджанского народа, который ни на день не смирился с оккупацией своих территорий. И азербайджанский народ доказал всему миру, что это народ, который настроен на мир. Эта победа – главный путь к миру, которому мы сегодня нуждаемся. Наше единство – это гарантия того, что наше государство будет современным, свободным и сильным государством, которое готово к сотрудничеству со всеми. Сегодня Азербайджан протягивает руку Армении для того, чтобы эта страна сделала все необходимые шаги для мира, подписала договор, занялась делимитацией наших границ, демаркацией этих границ и открыла все коммуникации, потому что это является обязательством Армении, подписанным ее руководством. И я уверен, что Азербайджан добьется мира и принудит Армению к миру, потому что, вы же видите, несмотря на все свои обязательства, Армения затягивает этот процесс, ищет где-то себе каких-то новых, сильных империй, которые пришли бы и вместо нее воевали или защищали ее. Армения не нуждается в защите. Гарантия Армении сегодня дается Азербайджанам, которые нуждаются в мире стабильности и создании нашего региона, как регионное сотрудничество и взаимопонимание. Наша победа открыла путь к миру. Наша победа является победой. Мы за нее очень дорого заплатили жизнь самых храбрых молодых воинов. И мы хотим, чтобы мир был в нашем регионе, потому что этот мир позволит нашему государству, нашему народу, нашей стране стремительно развиваться дальше. Азербайджанам, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был депутат парламента Азербайджана Асим Моллазаде. Спасибо. Спасибо. Спасибо.